Относительно народного права руководились прежними понятиями и обычаями. Но важной новостью было появление резидентов. Должно заметить, что стесненные обстоятельства, в которых находилось московское государство в описываемое время, заставляли прибегать к подкупам уполномоченных и вообще сильных людей при дворах иностранных. Соблюдались еще во всей строгости старые обычаи в сношениях с чуждыми народами и их представителями, приезжавшими в Москву. Но допущение все большего и большего количества иностранцев внутрь государства, явно высказываемая потребность в них, явно высказываемое признание превосходства их в науке, необходимость учиться у них, предвещали скорый переворот в жизни русского общества. Скорое сближение с Западную Европою. При царе Михаиле вызывали из-за границы ни одних ратных людей, ни одних мастеров и заводчиков. Понадобились люди-ученые. И в 1639 году дана была опасная грамота для приезда в Москву известному ученому Голштинцу Адаму Олеарию. «Ведомо нам учинилось», — говорит царь в грамоте, — «что ты гораздо научен и навычен в астроломии, и географус, и небесного бегу, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам, великому государю, таков мастер годен». По государеву указу в 1637 году переведена была с латинского полная «космография» Иваном Дорном и Богданом Лыковым. С одной стороны, в науке нуждалось государство для удовлетворения самым необходимым потребностям для охранения целости и самостоятельности своей от иностранцев, более искусных и потому более сильных. С другой стороны, нуждалась в науке церковь для охранения чистоты своего учения от людей, подобных Логину и Филарету. И вот патриарх Филарет заводит в чудове монастыре греко-латинское училище, которое поручено было уже известному нам исправителю книг Арсению Глухому. «Надобно было спешить просвещением, ибо необходимое сближение с иностранцами, признание их превосходства вело некоторых к презрению своего и своих. Узнавшие чужое и признавшие его достоинства, начинали уже тяготиться своим, старались освободиться от него». Мы видели, что русские люди, посланные Годуновым за границу, не возвратились в Отечество, но и внутри России в описываемое время русский человек решился высказать резко недовольство своим старым и стремление к новому, чужому. Около 1632 года сказан был такой указ от великих государей князю Ивану Хворостянину. «Князь Иван, известно всем людям московского государства, как ты был при Растриге в приближении, то впал в ересь и в вере пошатнулся, православную веру хулил, постов и христианского обычая не хранил, и при царе Василий Ивановиче был зато сослан под начал в Иосифов монастырь. После того при государе Михаиле Феодоровиче опять начал приставать к польским и литовским попам и полякам, и в вере с ними соединился. Книги и образа их письма у них принимал и держал у себя в чести. Эти образа и письмо у тебя вынуты, да и сам ты сказал, что образа римского письма почитал наравне с образами греческого письма. Тут тебя по государской милости пощадили, наказания тебе не было никакого, только заказ сделан был тебе крепкий, чтоб ты с еретиками не знался, ереси их не перенимал, латинских образов и книг у себя не держал. Но ты все это забыл, начал жить не по-христиански и впадать в ересь. Опять у тебя вынуто много образов, латинского письма и много книг латинских и еретических. Многие о православной вере и о людях московского государства непригожие и хульные слова в собственноручных письмах твоих объявились. В жизни твоей многое к христианской вере неисправления и к измене шаткость также объявились подлинными свидетельствами. Ты людям своим не велел ходить в церковь, а которые пойдут, тех бил и мучил. Говорил, что молиться не для чего, и воскресения мертвых не будет. Про христианскую веру и про святых угодников Божьих говорил хульные слова. Жить начал не по христианским обычаям, беспрестанно пить. В 1622 году всю Страстную неделю пил без просыпу. Накануне Светлого Воскресенья был пьян и до света за два часа ел мясное кушанье и пил вино прежде Пасхи. Государю на праздник Светлого Воскресенья не поехал, к заутренне и к обедне не пошел. Да ты же промышлял, как бы тебе отъехать в Литву, двор свой и вотчины продавал, и говорил, чтоб тебе нарядиться по-гусарски и ехать на съезд с послами. Посылал ты памяти к Тимохе Луговскому и Михаиле Данилову, чтоб тебя с береговой службы переписали на съезд с литовскими послами. Да ты же говорил в разговорах, будто на Москве людей нет. Все, люд глупый, жить тебе не с кем, чтоб тебя государь отпустил в Рим или в Литву. Ясно, что ты замышлял измену и хотел отъехать в Литву. Если бы ты в Литву ехать не мыслил, то зачем было тебе двор свой и вотчины продавать и с береговой службы переписываться на литовский съезд. Да у тебя же, в книжках твоего сочинения, найдены многие укоризны всяким людям московского государства. Будто московский народ кланяется святым иконам по подписи, хотя и не прямой образ. А который образ написан, хотя и прямо, а не подписан, тем не кланяются. Да будто московские же люди сеют землю рожью, а живут все ложью. При общении тебе с ними нет никакого. И иные многие укоризненные слова писаны на вирш, стихами. Ясно, что ты такие слова говорил и писал гордостью и безмерством своим. По разуму ты себе версту никого не поставил. И этим своим бездельным мнением и гордостью всех людей московского государства и родителей своих обесчестил. Да в твоем же письме написано государевое именование не по достоинству. Государь назван деспотом русским, но деспота слывет греческую речью. «Владыка или владетель, а не царь и самодержец. А ты, князь Иван, не иноземец, московский природный человек. И тебе так про государское именование писать было непристойно. За это довелось было тебе учинить наказание великое, потому что поползновения твои в вере не впервые, и вины твои сыскивались многие. Но, по государской милости, зато тебе наказание не учинено никакого, а для исправления твоего вере посылан ты был под начал в Кириллов монастырь. В вере истязан, и дал обещание и клятву. Что тебе вперед православную веру, в которой родился и вырос, «Исполнять и держать во всем непоколебимо, латинской никакой ереси не принимать, образов и книг латинских не держать, и в еретические учения не впадать. И государи по своему милосердному нраву милость над тобой показали, из Кириллова монастыря велели взять тебя к Москве и велели тебе видеть свои государские очи и быть в дворянах по-прежнему». Образцом учености московских грамотеев описываемого времени может служить спор по поводу катехизиса Лаврентия Зизания. Лаврентий Зизаний Тустановский, протопоп Корецкий в феврале 1627 года привез в Москву книгу свою «Оглашение» и бил челом патриарху Филарету, чтобы ее исправить. Патриарх начал исправление изменением заглавия книги. Вместо «оглашение» он назвал ее «беседословие» на том основании, что под именем «оглашение» уже известна книга Кирилла Иерусалимского, а под одним именем «многим книгам быть нелепо». О других статьях, которые найдены нисходными с русскими и греческими переводами, патриарх велел поговорить с Зизанием, богоявленскому игумену Илье да Гришке от книжной справки, справщику типографии, говорить велено любовным обычаям и со смирением нрава. Разговор происходил на казенном дворе, в Нижней палате, перед государевым боярином князем Иваном Борисовичем Черкасским и думным дьяком Федором Лихачевым. Между прочим, Илья и Гришка говорили Зизанию. «У тебя в книге написано о кругах небесных, о планетах, зодиях, о затмении солнца, о громе и молнии, о тресновении, шибании и перуне, о кометах и о прочих звездах, но эти статьи взяты из книги «Астрологии», а эта книга «Астрология» взята от волхвов еленских и от идолослужителей, а потому к нашему православию нисходно. Зизаний «Почему же нисходно? Я не написал колеса счастья и рождения человеческого, не говорил, что звезды управляют нашей жизнью, я написал только для знания, пусть человек знает, что все это тварь Божия». Илья и Гришка «Да зачем писал для знания? Зачем из книги «Астрология» ложные речи и имена звездам выбирал, а иные речи от своего умышления прилагал и неправильно объявлял?» Зизаний «Что же я неправильно объявлял? Какие ложные речи и имена звездам выбирал?» Илья и Гришка «А разве это правда?» «Говоришь, облака, надувшись, сходятся и ударяются, и оттого бывает гром, и звезды называешь животными-зверями, что на тверде небесной?» Зизаний «Да как же, по-вашему, писать о звездах?» Илья и Гришка «Мы пишем и веруем, как Моисей написал «Сотворил два светила великие и звезды, и поставил их Бог на тверде небесной, светить по земле и владеть днем и ночью, а животными-зверями Моисей их не называл» Зизани «Да как же эти светила движутся и обращаются?» Илья и Гришка «По повелению Божию ангелы служат, тварь водя» Зизани «Волен Бог да Государь, Святейший Кир Филарет Патриарх Я ему о том и бить челом приехал, чтоб мне недоуменье мое исправил, Я и сам знаю, что в книге моей много недельного написано Илья и Гришка Прилагаешь новый вод в Никифоровы правила, чего в них не бывало Нам кажется, что этот вод у тебя от латинского обычая Сказываешь, что простому человеку или иному можно младенца или какого человека крестить Зизани Да это есть в Никифоровых правилах Илья и Гришка У нас в греческих Никифоровых правилах нет Разве у вас вновь введено? А мы таких новых водов не принимаем В Зизани Да где же у вас взялись греческие правила? Илья и Гришка Киприан, митрополит, когда пришел из Константинограда на русскую митрополию, то привез с собой правильные книги христианского закона, греческого языка, правила И перевел на славянский язык Позжею милостью они прибывают и до сих пор безо всяких смутков и прикладов новых водов Да и многие книги греческого языка есть у нас старых переводов А которые теперь к нам выходят печатные книги греческого языка то мы их принимаем и любим если они сойдутся старыми переводами а если в них есть какие-нибудь новизны то мы их не принимаем хотя они греческим языком тиснуты потому что греки теперь живут в великих тиснотах в неверных странах и печатать им по своему обычаю невозможно Зизаний И мы новых переводов греческого языка книг не принимаем же Я думал, что в Никифоровых правилах в самом деле написано А теперь слышу, что у вас этого нет Так и я не принимаю Простите меня, Бога ради Я для того сюда и приехал чтобы мне от вас здесь лучшую науку принять Илья и Гришка Скажи нам, что еще с нами об этой книге хочешь говорить? Зизани Всегда рад я с вами беседовать О книгу государского жалования я всю прочел Прилежно трудился при вас и без вас И много просвещения душе своей приобрел Дивлюсь великой премудрости православного государя-патриарха Какой разум, какой смысл, какую великую, бога дарованную премудрость имеет в себе? Как он, государь, такую большую книгу в такое малое время сочинил? Воистину, Бог действует в нем При этих словах Зизани начал прижимать книгу к груди и любезно всюду ее целовать Разговор этот описан Гришкою, справщиком Самым плодовитым писателем Михаилова царствования был князь Семен Шаховской Он писал и летописи, и похвальные слова святым, и каноны, и разные послания Потерявший три жены одну за другой, он женился в четвертый раз Но его развели Тут он написал два умильные послания Одно к патриарху Филарету Другое к тобольскому архиепископу Киприану С просьбою, чтобы позволили ему опять жить с женою Выставляя свою молодость, невозможность жить без жены В числе его сочинений находится длинное письмо к Шаху Аббасу От имени патриарха Филарета В письме этом автор увещает Шаха креститься Но не принимать христианство от папы Ибо, как пронесся слух, Шах принял к себе Ксенза Субтитры создавал DimaTorzok